Всем привет, ребята, всем привет! Продолжается РПЛ, сегодня завершается первый круг РПЛ, завершается он матчем между Спартаком и Пуделями, да, Хрюшки играет с Пуделями, будут бегать, одни будут хрюкать, другие будут лать, нас опять досудили, досудили, досудили! Вот, в общем-то, будут играть две самые ноющие по судейству команды, что представляет собой Спартак сейчас? Спартак представляет сейчас кусок говна, вот, игры нету, нихера нету, обороны нету, игроков в обороне нету, да, какую-то бесформенную ситуацию, там, бесформенное тело Спартак сейчас. Вот, и что там будет дальше, абсолютно непонятно, по сути, Абаскаль практически уже уволен, да, на его место Черчесов, чуть ли не на каждый матч Спартака ходит, вот, но игры у Спартака совершенно нет никакой, игроков, в принципе, тоже. Самое интересное, что руководство Спартака, оно не видит никаких, как бы сказать, неправильно ставить диагноз, руководство Спартака оказывается, что защитник в них хороший, Джики это хороший защитник, да, Дуарда это хороший, вот, Денисов, да это вообще лучший защитник РПЛ. Вот, в общем-то, пока я не вижу никаких, как бы сказать, вариантов выхода Спартака из кризиса, Спартак идет на шестом или седьмом месте, вот, и это, конечно же, провал для Спартака, да, действительно это провал, вот, и, скорее всего, тренера уволят. Вот, но сегодня, сегодня последний май Спартака в первом круге с пуделями, а что у нас по пуделям? А пуделя, они играют исключительно за счет судей, судей, еще раз судей, их просто не то, что там уже за уши тащат, в их прошлом сезоне тащили за уши, в этом их уже тащат за яйца. Ну, последний матч с Оренбургом, там просто игрок Ростова выбивает мяч с линии ворот руками, на что судей говорит, нет, все хорошо, это, это было, это не, это не, это не та рука, за которую надо ставить пинать. Я охуею еще с этого, то, что у нас ЭСК, это экспертная судейская комиссия, постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота Ростова. Я охуею, что за долбоебы там сидят, это просто долбоебы, блядь, я вообще не понимаю, как можно такое говорить, вот, причем не только я, Шалимов тоже вчера сказал, что это же какой-то пиздец, как можно такое говорить. В общем-то, Ростов тянут за уши просто, за уши, блядь, за яйца, за все, что можно, и причем этот долбоебины, главный пудель Карпин, он говорит, да нас плохо судят, плохо судят, я великий тренер, я Карпин, великий, великий, великий тренер, вы все, вы все ничего не понимаете, а я великий тренер, да, а нас очень плохо судят, да, блядь, как он заебал уже, ёпт, мой парень, ну как он заебал, ну да хуй с вами, с вашим ебаном, ебать ебучим Ростов, блядь, все, уходите хоть в ПФНЛ, блядь, в ПФЛ, да, в общем, любите, отъебитесь только от нашей сборной, уберите его, нахуй, блядь, из сборной, блядь, уберите его в Ростов, поставьте ему там памятник, блядь, в виде пуделя, блядь, ради бога, блядь, только уберите его, нахуй, сборной, блядь, это бестолочь, это бездаря, блядь, вот, и вот, в общем-то, сегодня этот бездарь, бестолочь, играет со Спартаком в Москве, что там будет, да выиграет Спартак, блядь, при всей моей ненависти к Спартаку, выиграет там Спартак, да хуй там, блядь, голову ебать, блядь, по исходу, блядь, выиграет Спартак, это днище, потому что Ростов вообще нет игры, если у Спартака нихуя нет игры, да у Ростова вообще нет игры, вот, поэтому, если говорить про исход, Спартак выиграет, вот, снова что-то рука не поднимается, на Спартак ставит, блядь, вот, поэтому у меня будет два других ставки, первая моя ставка, первым прогнозом, это тотал матча больше двух с половиной, коэффициент 1,68, почти 1,7, ставку и прогноз, я сделал букмечес, который появится, ссылка на регистрацию в первом комментарии к ролику, переходите по ссылке, получаете фрибэр тысячи рублей и много что еще, так что думайте сами, решайте сами, в общем-то, я считаю, что три голова, какой гола будет в этом матче, счет 3-1 в пользу Спартака, может 2-2 будет в пользу, Ростова в пользу ничьи, вот, три гола, да, Спартак пропустит, железобетонно, железобетонно, такого не может быть, эти клоуны не пропустили, не может быть такого быть, вот, ну и забьет Спартак минимум 2, вот, поэтому первый прогноз, тотал матч, больше двух с половиной, я вижу этот матч тотально, вот, ну и второй прогноз, очень простой, это Ростов больше одного, за коэффициент 2,2, вот, я считаю, что Ростов забьет, ну как может, Спартак не пропустит Ростов, да, ну нахуй, не верю в эту хуйню, пропустит один или два, а может три, вот, в общем-то, вот такое мы видим по матчу, да, так, если говорить, то, я думаю, мы Спартак должен выиграть, ну а два моих прогноза, тотал матча больше двух с половиной, и индивидуальный тотал, для Ростова больше одного, за коэффициент 2,2, смотрим матч, болеем за этих мерзких эстонских пуделей, ну не могу же этот Спартак болеть, нахуй, 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 мне выбирать пуделей, так что вот такие дела, всем пока!